Вроде все сходится. А тут тут есть и дом. И мусор. Обязательно. Куда же без него? Обязательно рекомендую к посещению. Мы заплатили 150 рублей за вход. Ой, здесь как в туалете прям. Хей, йоу, друзья! В прошлом видео я рассказывала про Санкт-Петербург как гастрономический город. В этом видео я расскажу про самые необычные места для фотосессии в Санкт-Петербурге. Начну с того, что я подписана на очень классного парня, который живет и работает в Санкт-Петербурге и делает видео с 3D-эффектами для многих известных брендов. Я подписана не только на его инстаграм, но и на телеграм-канал. И там он закинул тему, предложил накидать своим коллегам-фотографам места для фотосессии в Санкт-Петербурге. Я решила взять этот список и пройтись по этим локациям, посмотреть, что там действительно есть интересного. С такой точки зрения на Санкт-Петербург не всегда получается посмотреть, просто потому что ты не знаешь этих мест, особенно если, как я, бываешь здесь в третий раз, правда, но не знаешь совершенно этого города и у тебя особо нет здесь знакомых, кто может так его показать. Я обязательно оставлю ссылку на этот пост, список этих локаций внизу под видео. Смотри его, пользуйся и проходи тоже этот маршрут, ну или бери пару локаций, заказывай фотографа и делай классные крутые фотосессии. Одна из первых локаций, Литейная 61, это граффити двор. Вот мы зашли в какое-то кольцо... это как его называют? Двор. И вроде есть граффити. И вроде есть граффити. Вроде все сходится, но похоже, что это оно. Я человек верующий, я верю в себя. Ну вот, мы просто упираемся в стенку и видим вот его круг граффити. В общем, фотографы рекомендуют. И кот есть. Кот, кот. Ты граффити фотоешься? По мне так выглядит вообще любой среднестатистический двор в Питере. Киса. Киса, сразу бегать. А тут тут есть и домик. В общем, если вы решите посетить эту локацию, знайте, что здесь живет маленький, очень милый котик, который ходит и кувыркается, и он очень ждет еды, поэтому обязательно захватите с собой еды. Для котика. Там вот тоже, смотрите, есть граффити. То есть, получается, ты выходишь из одного двора, попадаешь в другой. И мусор обязательно, куда же без него. Ну, мусор же ведь тоже используют фотографы в всяких необычных ракурсах, поэтому вот тоже вам источники вдохновения. Тот же пример того, что можно в этом же дворе сфотографировать тачку красиво, например, потому что вот стоит синяя тубару, и она прям классно вписывается сюда. Зашли отсюда, а пошли вот сюда. А вот здесь живет котик. Там тоже есть, вон он бежит, котик. Он ждет вашу еду. Вторая локация, это Берггольн-центр. Ты идешь по улице, и, казалось бы, незаметно поворачиваешь голову направо, и видишь красоту. Заходишь сюда, и здесь действительно красота, красивые лестницы, зонтик стоит, кирпичные стены. Все в духе вообще лучших лофтов для фотосессий. Мне кажется, подойдет. Закадровый голос снова с вами. Здесь просто не могу оставить без внимания все эти чудесные заведения, расположенные и там, и тут. Куда голову не поверни, везде какие-то входы, лестницы, вывески. И все это так стильно, так месту, что аж гармония на душе. Я даже обзавидовалась людям, которые офисы арендуют, ну и видят всю эту красоту каждый день. Мы поднялись на крышу Биргольн-центра. Я надеюсь, это правильно вот так вот говорится. Помимо того, что здесь крыша разрисованная по краслампасом, сейчас это не очень классно видно, потому что здесь снегом затоптано все. Но летом, уверенно, здесь очень круто. Но самое главное, что здесь можно увидеть, это особенно сейчас, когда все музеи закрыты, ничего. Нет, это офигенный, офигеннейший, просто очень крутой вид на крыше из Санкт-Петербурга. Обязательно рекомендую к посещению, даже если классные фотки на фоне вот этой картины у вас не получатся, то, по крайней мере, вы увидите город с высоты питерских крыш. И это очень здорово. Есть у меня для вас в списке еще одна крыша. Она разместилась на Лиговском проспекте. Это тоже лофт под названием «Этажи». Тут вообще этих крыш целых две, но мы начнем с той, что повыше и побольше площадью. По дороге наверх, плакаты завлекающие сообщили, что там проходит фестиваль Глинтвейна. Но не стоит сильно обнадеживаться. Вот этот стол и есть целый фестиваль. И тут этот Глинтвейн просто продается. Нашли для себя еще одно место, лофт «Этажи». Помимо того, что здесь пока поднимаешься, целую кучу можно мест для фотографий использовать, то еще и вот здесь вот на крышу подняться. Мы заплатили 150 рублей за вход на человека. Оплата наличными, так что держите при себе наличку. Я в коем-то веке тоже запаслась. Здесь стоит побывать тоже для тех, кто хочет увидеть Санкт-Петербург с высоты питерских крыш. Тоже очень захватывающее зрелище. Хотя вот так посмотришь, вспомнишь про тот Глинтвейн. И знаете, очень уместный здесь напиток. Просто очень. В отличие от Берггольн-центра, эта крыша гораздо больше по площади. Намного повыше здесь можно увидеть Питер во все возможные стороны. Поудобнее. Сами видите, повсюду лавочки. А еще здесь есть сцены, на которые периодически проходят концерты. То есть здесь еще и повеселее. А вот и вторая крыша. Она находится чуть ниже. Вход на нее бесплатный, так еще и фудкорт под боком. Так что можно взять еды и выйти покушать на свежем воздухе. Но зимой, сами понимаете, смельчаков не так уж и много, но летом, я уверена, это место просто расцветает. Кстати, расцветает здесь не только крыша, но еще и растения внутри здания. Посмотрите, сколько тут разных тематических мест. Это вообще-то фудкорты, да, хоть я не фотограф, но это местечко мне однозначно приглянулось. Так вышло, что в этом выпуске я не очень поступательно двигаюсь по зданию, и мы снова поднялись немного наверх. Перед самой последней лестницей на самую высокую крышу есть тоже довольно интересный обставленный зал. Тут к вашим услугам разные столы, кресла, торшеры и даже полно различных интерьерных безделушек. Единственная беда здесь со света, но если выбрать эту локацию заранее, то нужные светильники можно притащить с собой. Как итог, очередная интерьерная локация с различными вариантами и самое что приятное, абсолютно бесплатно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, все, кто внимательно смотрел мой предыдущий выпуск, помнят Новую Голландию. А кто посмотрел мой инстаграм, так вообще знает, что я ее сначала маленькой Германией называла. Но я этим не горжусь. В общем, после того, как мы вкусно поели в гастробаре, я случайно наткнулась на лифт и решила забраться наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так я заехала. Мне кажется, даже вот это вот место могло бы тоже неплохо подойти для фотосессии. Это четвертый этаж в Новой Голландии. Башня, которая была раньше бывшей башней заключенной. В общем, тут тоже очень-очень-очень прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, здесь тоже можно очень классно фотосессии проводить. В принципе, наверняка в Питере таких мест более чем достаточно, но вот в этом здании очень прикольно вот это вот по кругу ходить, все эти интерьеры забавные, интересные. Мне кажется, стоит полазить, поискать такие вот локации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, здесь как в туалете прям. Кстати, похоже на Министерство магии из этого... Дарри Поттера. Ну, или на хороший такой туалет ангельский. Плиточка вся такая беленькая, зеленая, теперь все блестит, глянцевая. И Шерли на потолке висят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел бы покататься на такой машинке? Машинке, да, я думал, на каток в пень, машинка топчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каток, конечно, очень антуражный, но мне рекомендовали сгонять еще на один. Нас везли сюда, мы заказали такси, на каток у моря приехали. Мне очень рекомендовали этот каток, потому что здесь каток с видом, ну, не на открытое море, насколько мы видим, а, ну, на пор, да, видно. Ну, в общем, нас везли сюда какими-то трущобами, вообще катокомбами. Там вот даже видно, вон, трубы какие-то, заводы. Там, короче, трущоба полная. И мы вообще не ожидали увидеть здесь такого, что видели, когда приехали. И вы тоже посмотрите. Немного нестандартное соседство такого антуражного развлечения с массивными строениями, по всей видимости, какого-то в прошлом завода, безусловно, впечатляет. Даже не столько вид на залив, сколько именно эти прямоугольные гиганты, расположенные вокруг катка, делают это место странным и одновременно удивляющим. Нравится тебе? Нет, не-а. В общем, как вы понимаете, обстановка на любителя. И вы, Сережу, там не слушайте, мы на самом деле впечатлились. Ему в этот день все не нравилось, потому что он под штанки не наделал, на улице температура резко упала до минус 10. А еще совершенно неожиданно для меня мы там кое-что нашли. Пойдем туда! Пойдем, 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 пойдем. Блин, я даже не знала, что она находится здесь, но я, блин, очень хотела посмотреть эту инсталляцию. Инсталляция 404. Пойдемте со мной. Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. И светозвуковая инсталляция 404.0 стоит 600 рублей на человека, идет 25 минут. Суть покажу буквально в нескольких кадрах. Итак, я хочу сказать, что если рассматривать это место как, например, фотозону, это самая дорогая фотозона, которая только может быть. 600 рублей за 25 минут. С учетом того, что это суперстранное действие, что скажешь? Если ты ожидаешь от этого какое-то световое представление, оно слабое. Светозвуковое. То есть оно слабое. Там больше, наверное, в сторону какого-то вот этого именно искусства, которого я лично, ну, не въехал. Я не какой-то там эксперт. Мы вообще не эксперты, ну, мы ни хрена не можем. Просто это ухоточек или замедленных видео. Видите, в слове арт-представление ударение было на арт. Но мы этого и не понимаем. Я бы еще, знаешь, что я сказала? Вот это, наверное, для тех, кто вообще соскучился по клубам, по вот этой клубной ночной жизни, когда у тебя грохочет, что-то моргает, там, мигает. Мне кажется, так было бы лучше. Экспресс-рейв-вечеринка. 15-25 минут колбасни полной, и все. И наркотиков, и рок-н-ролла. И такой, ты выходишь. Счастливый. Сли мы, значит, на фото-зону со склада номер 17, это кофейня. Шли долго, заковыристо, по холодному Питеру. И, конечно, в итоге пришли. Мы приехали на локацию «Ремесленная 5», где мост стоит прямо рядом с жилым домом. Достаточно контрастная, типа, картинка получается, потому что дом такой оранжево-красный, мост серый. Как бы рекомендуется, как еще одна локация для фотосессии. Доехали мы, кстати, прямо сюда, обстановка «Ремесленная» на седьмом троллейбусе. Прям, прямо сюда приехали. Мы вот еще гадали, жилой это дом или не совсем. Чтобы поймать пару кадров на мост изнутри, зашли в подъезд и офигели с того, что он все-таки жилой. Ну и что, говорил мне Сережа, в Нью-Йорке вообще такого полно. Там метро чуть ли не в окна людям заглядывает. А я все-таки скажу, что видеть коляску в подъезде на фоне такого массивного моста немного криповатая картина. Ну, мы фотографы так себе, я думаю, вы это уже поняли. Но в интернете мне как раз удачно попалось несколько кадров того, как это может выглядеть у профессионалов. Как у туриста, больше эмоций у меня вызвало возможность подняться на эту дуру и походить пешком. Нашего доброго Петербродского вы тоже могли видеть в предыдущем выпуске. Ну и вы сейчас видите, что тут не только еда и настойки, тут интерьеры сами просятся сделать на их фоне пару фотографий. Все слишком антуражное, вокруг полно всяких деталей. Они просто умоляли, ну возьмите нас в кадр. Как я могла им отказать? И, конечно же, взяла. На этом все, друзья. Это были два видео про Санкт-Петербург. Надеюсь, они заслужили вашего лайка. Ну и подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Если не смотрели мои другие видео, обязательно сделайте это прямо сейчас. С вами была Яна Алексеева по наехавшей влог. Увидимся с тобой в следующих выпусках где-нибудь еще. Пока-пока!